Всем привет, это Денис и вот уже 13 лет как я живу в Новой Зеландии и считаю это место своим домом. Вот буквально только что отметил очередную годовщину, я прилетел сюда в сентябре 2011 года и с тех пор счастлив называть это место домом. Вот именно об этом мы сегодня поговорим, что такое ощущение дома, как это работает и как к нему можно прийти, насколько оно важно для вас. Я думаю, что будет и полезно и интересно, поэтому смотрите до конца, оставайтесь с нами. Вообще на эту тему меня натолкнули комментарии своих знакомых и наших клиентов, которые нередко говорят, что полетел-ка я слетаю домой, говоря о своих поездках на родину, на то место, откуда они прилетели. И мне стало интересно, ведь я так никогда не говорю, то есть я скажу, что я там полетел в Россию условно, а домой это здесь. И как раз таки прилетая сюда и хотя сюда лететь из каких-то зарубежных поездок, я говорю, что вот хочется домой. Поэтому у людей работают по-разному и это очень любопытно. Новая Зеландия в этом плане, наверное, все-таки отличается от многих стран мира. Понятно, что не от всех и в некоторых других тоже такое есть. Это иммигрантская страна. Здесь очень много людей с разных стран. Из-за этого как-то проще себя чувствовать здесь своим, что ли, потому что все здесь немножко, ну, в какой-то степени и чужие, ну, в смысле, панаехи. Поэтому вы все здесь на более-менее каких-то равных правах. Да, здесь есть новозеландцы, которые здесь родились. Они там приехали раньше, там на 200-300 лет некоторые из них, ну, я имею в виду их потомки. Но это все равно как-то с их дружелюбием не мешает считать себя здесь своим. Поэтому достаточно комфортно дышится и свободно живется. Но не у всех. Новая Зеландия тоже не исключение. И все-таки очень многое зависит от того, как мы сами себя ощущаем. И вот эти ощущения, это с одной стороны штука сложно контролируемая, потому что это все-таки ощущение. С другой стороны, вы можете тоже на это повлиять. Об этом мы поговорим чуть позже. В общем, в Новой Зеландии несколько проще ощущать себя дома. И для меня, по крайней мере, это точно так. Здесь для меня комфортный климат, здесь для меня комфортная среда, здесь комфортное общество. Там даже политический устрой, он, по крайней мере, интересный, он, по крайней мере, есть какое-то разнообразие. Здесь, в общем, много плюсов. Но, собственно, я говорил об этом не так давно в видео «Почему Новая Зеландия?». Если интересно, можете у меня на канале посмотреть. И там я расписываю подробно, почему мне Новой Зеландия нравится. И все эти факторы как раз влияют на ощущения дома. Но не только они. У себя в телеграм-канале, кстати, если хотите знать больше про Новую Зеландию, подписывайтесь на него. Я задал вопрос, собственно, что для вас ощущение дома? Я получил очень интересные комментарии. Люди, которые живут здесь и давно, и недавно приехали, они поделились своим мнением. И мнения очень разные. Давайте немножко по ним пробежимся. Кто-то, например, говорит, что дом – это где мама с папой вырастили, где прошло детство. А Новая Зеландия или другие страны – это просто своего рода инвестиция. Что ж, возможно, для меня, допустим, эта история не работает. Там не дом, условно, для меня, может быть, дача, дом, где я жил. Не сказать, что у меня к нему были самые теплые чувства, конкретные помещения условно. А тот город тоже. Я все время хотел оттуда уехать. Поэтому у меня нет ощущения того, что там дом. Но некоторые люди уезжают вынужденно, некоторые люди уезжают, потому что есть какие-то перспективы по работе и так далее. И для них действительно дом, ностальгия, все остается где-то там позади. Хорошо или плохо – каждый решает для себя сам. Но Новая Зеландия – это действительно, с чем могу согласиться, что это в том числе инвестиция в свою жизнь, в жизнь, возможно, своей семьи, своих детей и так далее. Это своего рода вклад в то, что станет для вас новой базой тогда, если для вас это не дом. Может быть, как-то так. Есть и более практичный подход из комментариев. Это, собственно, где семья, там и дом. Это очень правильный, гармоничный, на самом деле, подход, который закрывает очень многие вопросы, и вам легче становится жить, когда вы не заморачиваетесь этими эмоциональными вещами. Но практичность не всем свойственна. И одно дело мы говорим, словно, что вот так. Дом – это там, где я есть, или дом, где семья. Но бывают же какие-то ощущения. У кого-то бывает ностальгия по прошлому, по тем местам, по друзьям, по обществу, по кому-то еще. Не у всех работает это в одну сторону. Поэтому практичный подход – это хорошо, но сработает он ли он с вами – тоже неизвестно. Еще один из комментариев – это Новая Зеландия как страна осознанного выбора. То есть оптимальная по большинству параметров. То есть человек выбирал конкретно, собственно, вот как я люблю, и я пропагандирую этот способ выбирания страны для жизни. Хотя сам как-то душой все равно прикипел. И мне так уж повезло, что у меня и душа совпала, и прагматичные все мои взгляды, и все остальное. Вот. Кто-то вовсе говорит, что вот где жопа в тепле, там и родина. Ну, тут, наверное, все-таки имеется в виду не родина, а дом. Потому что родина – это где родился, а вот дом – это вот там, где, типа, тебе комфортно. Почему бы и нет? Это тоже практический подход. Но не забываем, что есть еще какие-то эмоциональные штуки. Ну, то есть, грубо говоря, я не раз встречал людей, которые приезжают, ну, не знаю, в Таиланд, допустим. Вот живут на Пхукете или там на Бали. Им, ну, хорошо там, в целом им комфортно. Они там устроились, у них там, может быть, какие-то бизнесы или просто есть деньги или еще что-то. И все вроде ничего, но вот чего-то не хватает. Вот. И все равно они это место своим домом назвать не могут. И даже люди, которые счастливы порой, где-нибудь там на островах живущие, да, а они все равно говорят, что поедут домой и слетают в Россию как домой. В общем, как-то это все работает не так уж прямолинейно и однозначно. Еще одно интересное наблюдение из комментариев – это… Я его зачитаю прямо. Россия – это страна, где родился. Не самый плохой вариант из возможных, но среди людей там я себя комфортно не чувствовал почти никогда. А отношение к русским изменилось только тут. В Новой Зеландии русские сильнее похожи на меня, чем там, в России. И это реально интересное замечание. Я об этом не задумывался сам, но с этим согласен, точнее, это совпадает со мной. Я точно так же чувствовал себя немного не своей тарелки, живя там. При этом я не был какой-то белой вороны. Я, в принципе, делал, что хотел в плане учился, работал, зарабатывал какие-то деньги, строил отношения, друзья, прекрасные друзья. Много всего интересного, отличные воспоминания. Но всегда вот в целом какое-то общество, мне казалось, немножко вот что-то не мое. Приехав сюда, я понимаю, что у них даже другой менталитет. Да не то, что как у них. Тут сложно сказать, у кого какой менталитет. У нас соседи – бразильцы, киви, австралийцы, британцы, шотландцы, я не знаю, аргентинцы, чилийцы. И кого только нету, там, из Китая, из Индии, не знаю, из Кореи, отовсюду, и русские, и украинцы, все вместе живут. Поэтому у всех разный менталитет. Но это какая-то такая общая каша, которая вот, ну, как я говорил вначале, позволяет себя комфортнее чувствовать. Но русскоязычные, которые сюда переезжают, которые сюда переезжают особенно по желанию, и которые здесь себя чувствуют дома и комфортно, вот они отличаются действительно. Потому что они уже, ну, это своеобразный фильтр. То есть это люди, которые достаточно авантюрны, чтобы переехать в такую далекую страну. У них есть при этом какие-то финансовые возможности или навыки, таланты и так далее, чтобы здесь зацепиться. Чтобы сюда приехать, и, скорее всего, и то, и другое. В общем, да, определенный срез людей, который вот объединен общими интересами. Им нравится Новая Зеландия каким-то параметром. Природа, климат, безопасность, спокойствие, образ жизни, you name it. Вот, что угодно. И нас это объединяет здесь. И поэтому, да, здесь действительно такое формируется общество, которое нам как будто бы вот так чуть ближе по духу. Интересный момент еще, что если в юности вот удалось переехать куда-то, да, то есть, допустим, вы жили в одном городе, потом переехали на учебу куда-то, то потом проще становится, ну, скажем так, даже в отношении своего дома у тебя меняется мировоззрение, и ты относишься проще к каким-то вещам, к переездам в том числе. Потому что, ну, один раз переехав, ты меняешься навсегда. Вот. И это тоже замечание интересное из комментариев. Спасибо большое за него. И важный тут пункт, что хорошо живется тогда, когда ты не пытаешься на новом месте сделать свой старый уклад. Вот это классная мысль, на самом деле, и благодарен очень комментаторам за нее. И это правда. Когда вы приезжаете в новую страну, и вы начинаете окружать себя, ну, словно, я когда-то жил и работал в Таиланде, работал там в туризме, соответственно, много русских туристов, таких классических, которые, приезжая в Тай, в первый же день сразу ищут русский ресторан, где можно поесть борща, пельмени, выпить водочки и так далее. В первые же дни, вот просто, и азиатская пища им уже неинтересна, вот сразу же, все, им надо, уже соскучились, понимаете. И окружают себя каким-то комфортом. Здесь есть люди, которые живут за рубежом, и там в Новой Зеландии в том числе, но у них там ковры на стенах, там сервизы чешские и все остальное, то есть классическая такая русская квартирка. С одной стороны, окей, что вы создаете себе комфортную, какую-то зону комфорта, чтобы вам легче было проходить через этапы эмиграции и все остальное. С другой стороны, этим важно не увлечься чересчур, на мой взгляд, да, и не стать заложником того, что вы действительно просто создаете старый уклад и пытаетесь жить по-старому здесь. И тут еще одна кроется интересная вещь. Наши ожидания. Как говорят люди, один мудрый маленький футболист сказал, что ваши ожидания – это ваши проблемы. Если вы ожидаете, что здесь у вас все будет так же, как вот вам, там, привычно, как вы хотели бы, как было у вас раньше, то нет, не будет. И это действительно ваши проблемы, это не страна виновата, это вы ожидали чего-то другого. Не надо этого делать, пытайтесь адаптироваться, создавать новую жизнь, отбросив старое, строить то, что вы хотите видеть у себя в будущем и живя прямо сейчас, наслаждаясь этим процессом. Вот, я думаю, что это очень важная вещь и классный комментарий. И на этот счет у меня есть отдельное еще видео, видео про адаптацию, как адаптироваться в эмиграции. Там много еще практических советов, тоже посмотрите его, если интересно. Я, как всегда, надеюсь, что мои видео несут для вас какую-то практическую пользу. Есть еще один интересный момент. Как кто-то правильно заметил, дома может быть два. Прекрасный выход, когда вы знаете, что вы дома здесь, в новом месте, у вас здесь там семья, работа, жизнь, уже все протекает отлично. Но там еще один дом остался, в который вы тоже приезжаете. Это классно, это очень удобно, если у вас получается и здесь, и там получать удовольствие от жизни или от посещения, нахождения. Это классно. Я, допустим, когда приезжал раньше регулярно, до ковида и до войны, я регулярно летал в Россию и по работе, и просто так. И, собственно, с удовольствием посещал Иркутск, с удовольствием был в Москве, в Питере, в других городах. Прекрасно. Туристам вообще отлично. Особенно сейчас, когда, как многие знают, в России уровень сервиса поднялся и все остальное. Много удобств стало, много инфраструктуры стали строить хорошей. Классно, туристам приезжать прекрасно и ощущать себя в комфортной для себя обстановке, скажем так. Так, зная, что ты там не живешь и не сталкиваешься с глубинными проблемами, которые тоже, к сожалению, сейчас имеются. И мы все рассматриваем варианты, все, кто смотрит, видимо, мой канал, рассматривают варианты переезда в ту или иную страну тоже по определенным причинам. Все мы их понимаем. И политика, и война, и все остальное, что нас не устраивает. Но в целом, ну, приехать и кайфануть от ностальгии, это здорово. Вот это тоже такая штука, которую я стараюсь для себя практиковать. Я от ностальгии, от скучания даже по друзьям и так далее, я кайфую. Получаю наслаждение от того, что вспоминаю, как было раньше, но не страдаю от этого. Потому что здесь тоже всего хватает. Конечно, хочется, словно, друзей сюда переместить. Некоторые неперемещабельные сопротивляются и не хотят. Некоторые пока боятся, некоторые еще что-то. Да, не все получается, как мы хотим в жизни, но жизнь продолжается, и мы ее продолжаем строить вот этими собственными своими ручками. Да, в эмиграции вы действительно можете пройти через какие-то сложные испытания. Могут люди испытывать ностальгию, какую-то боль даже, скучание. У меня есть друзья, которые действительно очень сильно скучают по родным и близким, по друзьям и по своей родине. Вот для них там дом безусловно, беспрекословно. Потому что здесь они пока еще не заняли своей жизнью, они здесь ее не устроили. Они не отбросили то прошлое и не стали жить вот тем, что есть теперь. Понятно, что ввиду войны люди и из России, и из Украины, многие уезжают не из большого желания, да, но так тоже происходит, к сожалению. И эта жизнь, она несправедлива, и есть вещи, с которыми мы ничего не можем поделать, а есть вещи, с которыми мы что-то поделать можем. То есть, например, заниматься, собственно, своей жизнью. И вот для кого-то, да, там, дом это родные люди, для кого-то это родные запахи, для кого-то это родные просторы, я не знаю, березки, речки, озера, что-то еще. Для кого-то это какие-то еще ощущения, воспоминания. Это там, где был, не знаю, первый поцелуй, или вы там первый раз с друзьями попробовали какой-то, не знаю, алкоголь, или курили за гаражами, или еще что-то. Какие-то воспоминания, и для вас это может быть домом. Здесь нет, правильно или неправильно, но есть то, как вам с этим дальше жить, и как это грузит вас или не грузит. В общем, получается, что ощущение дома – это очень личный процесс. У каждого он работает по-своему. И задача моя, как обычно, дать вам просто пищу для размышлений, чтобы вы подумали о том, как это происходит у вас. И, возможно, вам это поможет как-то адаптироваться, как-то в своей голове правильные механизмы запустить о том, чтобы начать комфортно ощущать себя на новом месте. То есть это ощущение или даже состояние, то есть состояние того, как мы хотим себя чувствовать, среди каких вещей, среди каких людей, какое внутреннее состояние мы хотим при этом испытывать. То есть задумайтесь об этом, в каком состоянии вы хотите быть для того, чтобы чувствовать себя дома, счастливым, комфортным, в комфортной обстановке, довольным человеком, довольным своей жизнью. И что для этого нужно сделать? Окружайте себя какими-то приятными вещами, изучайте мир вокруг и адаптируйте под то, что нужно вам. То есть не превращая, условно, окружение себя, не перемещая кусочек России, допустим, в Новую Зеландию, а создавая новозеландскую жизнь, но так, как вы любите, находите новые запахи, находите новые вкусы, находите новые ощущения, новые вещи, которые вас впечатляют, вдохновляют, новые хобби, новых людей, новых друзей и так далее. И это даст вам ощущение дома. И, может быть, наши дети уже будут вспоминать Новую Зеландию с трепетом и с ностальгией о том, что вот дом. Но я бы хотел, чтобы они все равно были свободными. Да, я хочу, чтобы они ценили то место, где они родились, что оно им дало. Ну, что все-таки и нам, родителям, пришлось потратить немало сил для того, чтобы дать возможность им на такую жизнь. Но если они захотят жить где-то еще, я бы не хотел, чтобы их тяготило то, что там дом, родина и так далее. Вот дом там, где они счастливы. Чего я вам и желаю. Ну, надеюсь, у вас будет дом, где вы счастливы или уже есть. Вот, если есть еще какие-то дополнения, что для вас дом, что-то, о чем я не упомянул, пишите в комментариях. Не забывайте про мой телеграм-канал. Увидимся на этом канале или на просторах Новой Зеландии. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»